Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь, пишите свои комментарии, пожелания. Возможно, озвучим они ваших произведений. С уважением к вам, Павел Песедин. Кулак бухгалтера. Пьеса может идти вместо заговора императрицы. Пролог. Дверь с надписью «Мужская уборная» в управлении Уссурийской железной дороги в городе Хабаровске хлопнула. Вышел помощник главного бухгалтера Жуков, застегнул китель, подошел к курьерше и, хлопнув ее кулаком, произнес такой спич. Не читай во время дежурства книг. Не читай. Это дело не курьерское, а смотри, что делается в уборной. В уборной. Курьерское дело маленькое. Заорать, когда тебя бьют. Курьерша так и сделала. И слетелся со всех сторон народ. «Жалуйся, тетка!» «Местком!» Кричал раздраженный народ. И тетка пожаловалась. «Месткомово судилище». Действующие лица. «Шмонин». «Предместкома». «Грим средних лет, серые брючки, штиблеты на шнурках, выражение лица умное». Гудзенко. «Член месткома». «Грим обыкновенный, в глазах сильное сочувствие компартии. На левой стороне груди два портрета, на правой значки добрехота и добрфлота, а в кармане книжка. Друг детей. Жуков, побивший, симпатичный. «Курьерша, обыкновенная, в платке. Публика, статисты из месткома. Сцена представляет помещение месткома. Шмонин». Звонит в колокольчик. «Тише». «Итак, дорогие товарищи, перед нами факт о якобы побитии курьерши Токаревой, нашим уважаемым бухгалтером Жуковым». «Курьерша, как это якобы, когда у меня синяк?» «Шмонин». «Ваше слово впереди. Попрошу вас помолчать. Спрячьте ваш синяк в карман». Курьерша рыдает. Публика сочувствует ей. «Шмонин». «Тише, тише. Итак, граждане, разберемся в вышесказанном прискорбном явлении нашего быта. Что перед нами возникает?» Возникает вопрос, какой это пистолет написал нашей курьерши заявление в суд месткома. «Публика изумлена». «Шмонин. Какое-то крапивное семя сеет смуту в советском государстве, натравливая одну часть народонаселения против другой. Ась, ась, курьерша. «Какое ваше дело, кто писал? Он меня побил? Побил. И больше ничего. Публика гудеет. Шмонин. Прошу не гудеть. Отвечай, тетя. Суду кто писал? Курьерша. Упорство. Не скажу. Шмонин зловещий. Ты, тетка, смотри. Судом разговариваешь. Кто писал? Курьерша. На огне жгите. Не скажу». Публика шепотом. «Это ей рабком Кузькин писал. Не выдавай, тетка, товарища». Голос галерки. «Тетка Токарева, держись. Не выдавай, рабкора, на съедение. Курьерша. Хуй ж пытайте, не скажу». Голос галерки. «Браво, Токарева! Браво!» Шмонин. «Кто бунтует там на галерке, а? Вывезти его. Подстрекателя. Курьерша. Так не скажешь, Курьерша? Нет. Публика. Молодец». Шмонин. «Тихо, гудзенки». «Ишь, железная баба!» «Громко. Ну, ладно. Мы без тебя обнаружим этого супчика, который вносит раскол в учреждение. Мы ему покажем. Ну, ладно. Переходим дальше. Товарищ Токарева заявляет, что товарищ Жуков ее побил. Ну, что тут особого, товарищи? Я понимаю, если Токарева была бы интеллигентная дама, а рафиня или княгиня там, ну, это дело десятое. Тогда, конечно, хлестать бухгалтерскими кулаками по графининой морде верно неудобно. Дамма в оморок может упасть. А поскольку перед нами Курьерша, подумаешь, велика беда. Вот так рассудил. Шмонин. Слово предоставляется защитнику товарища Жукова, уважаемому товарищу Гудзенке. Гудзенка. Отдергивая куртку, возьмем факт с медицинской точки зрения. Тут говорят, Жуков ударил. Жуков побил. То да сё. Да вы гляньте-то на Жукова. Все глядят на Жукова с любопытством. Посмотрите, какой он щуплый, хилый. Ведь он одной ногой в гробу стоит. Жуков обижена. Сам ты стоишь. Говори, да не заговаривайся. Гудзенка. Пардон. Вообще Жуков интеллигентный человек. Сознательная личность. Он даже газету выписывает. Ну, разве он может как следует ударить? Вы поглядите на Курьерша. Все глядят на Курьершу с любопытством. Ведь это что? Физиономия. Раздвигает руки на горшин. О, физиономия. Руки, ноги. Да ведь это не женщина. А прямо-таки чугунный памятник. Да её, ежели кулаком ударить, кулак рассыпется. Её кочергой бить надо. Ну, какой он ей вред причинил, Курьерша? Да у меня синяк. Шмонин. Ну, приложи к синяку пятак. Он у тебя до свадьбы и заживёт. Итак, суд удаляется на совещание. Удаляется с Гудзенка, и с Гудзенка же возвращается. Тише суд вынес решение, торжественно, ввиду того, что Жуков Токаревой никакого особого повреждения не причинил, считать Токареву непобитой. Жукову выразить мискомого порицания, но, принимая во внимание интеллигентность Жукова и хило его сложения, считать порицание условным в течение пятнадцати лет. Жукова взыскать в пользу Токаревой один медный пятак для приложения его к синяку, с тем, чтобы по выздоровлении Токарева вернула пятак Жукову. С процентами. Суд кончен. Голос с галёрки. Среди общего гамма шума. Тётка Токарева, жалуйся в нарсуд. Это безобразие. Шум. Занавес падает.